добрый но вот мы сегодня собрались покататься посмотреть на наши замерзшие водопады у нас сегодня последний день и скорее всего зимы потому что на следующей неделе начинается у нас сильная вот теперь и у нас вот кругом такая тут неприметная погода все тает так что вперед мы поехали ну вот мы подъезжаем уже к сеглзи ну вот мы добрались до смелтона тут кстати есть кофе по еврику в автомате это не то что тярига 2 евре к так что так вот мы доехали наша задача здесь найти смелтонский водопад он по сути тут должен находиться и кстати вот мы находимся в принципе парке около озера вуду эзерс достаточно старая по старый парк расположен на бу берегу озера вуду сердце где растут различные виды деревьев и кустарников но в резервуарах парка есть фонтаны парк благоустроен с креслами и скамейками через парк проходят асфальтированные дорожки так что можно погулять глубина озера порядка шести метров площадь озера три с половиной гектара также здесь находится газ ну вот мы видим трех рыбаков которые пытаются поймать рыбу мы подойдем посмотрим тут историческим поставлен установлен какой-то кому-то когда-то кран сейчас мы узнаем чит из-за кран у нас а это смелтон с 8 cbr короче это какой-то от свилтонского газа какой-то кусочек да это было первым построенную балтидал ну что и вот маленькое озерцо рыбаки пытаются поймать что-то там люди в туалет уже нашли в общем процесс идет ну вот мы на самом верху его этого данного искусственного водопада молоденькая наша хорошо идет течение хорошая так вот наступил и полетел и наша задача теперь каким-то магическим образом добраться до низа но мне мало верится что это гэс работает тут вообще вот то что вот эти домики находится этот теоретически это и есть это гэс но мы видим как-то плачевно и ветер и ветер и ветер и вьюга нас пинает ну вот мы все ближе и ближе к первой цели водичка текет мост из дерева и вот мы слева наблюдаем уже такой водичка там фигаре красота ну что ну вот так вот это все под намерзло кто-то пытался ходить неудачно ну вот так вот тут нет ну вот это что Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы бежим, бежим. Ну, вот мы добрались. Раунастабуракс. Здесь, на латурском языке, краткое объяснение, что это такое, чего это такое и как это такое. Ну вот, мы подходим к самому нашему заданию. Вот как раз скамеечки, чтобы тихо, спокойно посидеть с напитками и полюбоваться этой красотой. К сожалению, на данный момент мы уже подъезжаем к самому концу, то, что это, ну, все растает. Вот, но хотя бы вот примерно вот это вот выглядит вот так вот. Вот. Это вот у нас Раунастабуракс. То есть камень, поросший мхом, из которого вытекает вода, у нас называется Стабуракс. И, кстати, тут типа считается, что на нем находится очень редкий, эксклюзивный какой-то мох. И, кстати, по идее, если вода здесь очень холодная, то можно и попробовать поймать рыбку. Раунастабуракс. Ну вот, мы сейчас двигаемся. Наша задача посетить мельницу Рауна. Основанная она была в начале 17 века, а 17 века, а уже потом появилось, наблюдалось сегодня трех порога полотина было построено уже в 1887 году. А в 1921 году мельница была приобретена местными жителями сельского хозяйства и стала крупнейшей в регионе Рауна. Ну что, мы спускаемся смотреть на это. Городок тихий, красивый Рауна. Тут также еще присутствует церковь, достаточно красиво, и также разваленный замок. Но, к сожалению, сегодня мы их не сможем посетить по причине ковида. И то, что там она нужна предварительная резервация на посещение, так как в стране ковид, и всех нельзя принять. То есть, записался, посетил, а так уже, к сожалению, увы, увы. Ну, двигаемся. Ну, и вот мы подходим к нашему месту, которому мы напечатали. Вот это вот и есть, это мельница Рауна. А это Турпа ионавиум. Короче, здесь вот это вот получается дальше продолжение. Ну, вот наша задача. Вот она и горела, и что только с ней не было. мы уже находимся на собой, да, мы поднимаемся, вот отсюда была втекала вода, текла, текла, и вот здесь выходила. А там пещеры? Пойдем посмотрим. Да, там внутри что-то шумит. А это мне кажется или там реально пещеры? А вон те белые. А это просто песчаник. Это просто белый песчаник. Ничего удивительного. Ну вот мы подходим к данному водопадику. Ну вот достаточно красиво и шелописно. А и мы поехали вниз. Чуть экшен не случился. Вот так это выглядит замерз и вяло текущее. текет это все вниз. Ну что, надо наверх зайти? туда. Ну а вот видимо там это происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь я туда поползу. Ну, вот я поднялся. Правда, без приключений чуть-чуть упал, но так прикольно. Вот горочка есть. Но мы еще собираемся сюда посетить летом это место. То есть по всем достопримечательностям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что... А вот вторая попытка моего прохода. Ну вот, мы уже заканчиваем раунок на этом. Не знаю даже. Но вот это все, как вы видите. Вот это вот то, что я вижу по левую руку. Или вот прямо камера настроена. Вот это является бывшая мельница. Тут даже какая-то фирма находится. Да, рауна зерна минует гэс. О, как круто. А это, как я понимаю, механический подъемник гидравлический. Для чего, я не понимаю. Но странно. Может для чистки, но типа возможно. Этот агрегат такой гидравлический. Не знаю, для чего. Но факт есть факт. Да, я видел, видел. А раньше это было все мельница. Не знаю, теперь здесь. Там все разломано. Это не финир. Но вроде как мы когда были летом там. А ты с этой стороны не так не говорил вопрос? Что такое левое? Ну... Мы еще летом приедем. Ну, двигаемся. Вот ребенок стащил сосульку. Он злостно ее оторвал. Ну, что ты скажешь? Ну, всем поставьте много лайков. Ну, вот мы подъезжаем. Ехали к очередному водопаду. Вон мы падаем все. Во-во! Правильно. Не совсем заснял. Но, может быть, повезло. Осторожно. Там... Так иди мы по снегу рядом где. Справа давай. За это дерево по мягкому снегу идем. А сейчас надо скользить. Ну вот. Покатались мы с горки уже. И мы направляемся к водопаду. Он, кстати, замерз. Я его уже видел со стороны. Ну вот. Мы идем. Ну, и вот мы подходим. Водопад Дундуга. Это у нас один из больших водопадов. Находящий на речке Дундугу. Высота водопада в 2,5 метра. А ширина от 1,5 до 2,5 метра. И излюбленное место посетителей. Ну вот. Мы можем это наблюдать. Тут красиво. Народу много. Он еще замерз. Нам повезло. Он еще совсем не тает. Я вот сейчас нахожусь на самой речке. Вот. Могу и провалиться. Но... Вон. Вода. 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 Ну вот. Это все видно. Кстати, тут так хрустит. Хрустит. Вода. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красиво... Вот у нас происходит маленький экшен... Вот, поехали... Отлично... У меня тут... Бревно, если что... Тормозное... Тут весело... Мы спускаемся по супер-пупер программе... Бревно... Вон сейчас... Сейчас будет спуск... Ребенок почти упал, но еще держится... Так, Лена... Ну, будет ли у нас сегодня приключение или нет... Все зависит от спускания их... О, они выбрали правильную дорогу... Надо отойти в сторонку... А то меня... Снесут... Так, так, так... Происходит самое интересное... Есть! Первое падение... Да... Да... Это самый экстрим... Вот... Попа спуск... Попа спуск... Мама... Даже отлично... Я не думал... Тихо... Тихо! Тихо! Дихо! Тихо! 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 Вот еще два... Любителя дерева... Тихо! Гениально ли в ребенок проехал... Блин... Мох мокрый! Да... Попа у всех будет мокрая... Он самый первый ребенок спустился удачно... Этот ребенок не бухал. Вот, вот, вот. Есть, да. Ну вот, мы находимся уже около Гауи. И до утеса Пикканы у нас остаются считанные шаги. Но я решил измениться. Я решил дойти, посмотреть на эту Гауи. На эту воду. Я все-таки повезло. Скатился тоже. Как и все. И вот, красивое такое место. Красота. Это ничем не сравнится с падением, спуском с этой сквозькой горки. Там только на попе. И вот течение уже большое. Река потихоньку оживает. Мы находимся, кстати, на глубине. Здесь хорошая глубина. Красиво. Ну что, двигаемся. Кстати, уже дошли. Утес Пикканы. Вот, можем мы его наблюдать. Ее протяженность порядка километра будет. Вот, уже наши первооткрыватели Попа спусков. Да, вот, тетет. Ну да, около. И высота у нее 78-80 метров будет. Красиво. Так вот выглядит он достаточно. Ну вот, вот у нас эти Попа спуски работают у них. Отлично. Ну да, да, мы двигаемся, двигаемся к водопаду. Кстати, первый водопад мы уже подошли. Там вот я вижу наверху красоту. Мы приехали в место назначения. Да, вот оно все. Это место назначения. Это красота. Вот здесь вот просто я покажу вам весь ручеек. Вот он текет. И наша задача посмотреть этот водопад. Нам будет тяжело и скользко. Но у нас есть супер-мега-фишка Попа спуск. Сегодня это используется у всех. Вон, а это уже морда спуск. Папа должен попробовать добраться. Наша цель. Ааа! Подождите, папа прогнозирует. Придется камеру обрубить на некоторое время. Вот горочка, вот почти добрались. Красота, так наша задача. Я уже навряд ли побегу. Мы посмотрим просто как падает Лена. Нам этого хватит. Тут пещерка. Ну, в общем. Вот так вот. Отлично. Вот горка. Спуск отлично. Мы это сделали. Мы забрались на этот водопад. Эта красота такая неописуемая. Вот только как мы вниз будем спускаться, неизвестно. Но мы все-таки это сделали. Ой, как мы сейчас полетим все вниз грязные. Шикарно. Красиво, водопад. И ребенок тоже забрался. Наконец-то. И вот закат. Ну что, двигаемся. Ну, вот. Наше путешествие заканчивается. Подходит к концу. Эти горки посетили. Мы залезли все-таки к этому водопаду. Все черные, грязные. Ребенок вообще грязный. И у нас остается экстремальное поднятие, которое пройдет успешно. Надеюсь. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Я пошел наверх. До следующих публикаций. До встречи. Продолжение следует.